Здравствуйте и добро пожаловать в iRacing! Это Kansas Speedway NASCAR Track Series. Трек для меня довольно сложный, я достаточно много времени потратил на то, чтобы вкатиться в него. Тем не менее, вот результаты квалификации перед вами. Вторая позиция, и стартовать будем снаружи. При этом внешняя траектория для меня здесь удобнее. Она позволяет ехать в темпе, при этом достаточно бережно относиться к резине. Как обычно, у нас есть один комплект свежей резины. И если делать пит-стоп, то только под желтыми флагами. Я думаю, нам здесь их хватит. Машина безопасности покидает трек. Мы готовимся стартовать. Седьмой номер чуть позади, но он вырывается вперед. Нажимает педаль газа чуть раньше. Пытаюсь перестроиться за ним. Гонка началась. Обратите внимание, как лидер проходит повороты. Он идет не то что на внешней траектории, он идет на очень внешней траектории. Стараюсь держаться за ним. Правда, я боюсь так близко ехать к ограждению. Вот смотрите, я прохожу чуть-чуть ниже, но не внутри. Накатывает первый номер. Я не знаю, откуда у него такая скорость на первом круге. Можно пройти первые два круга газ в пол, но тогда резине сразу конец. Не знаю, как он это делает. Приходится пропускать его вперед. Причем он продолжает идти внутри, не пытаясь вылезти наружу. Видя, что он резину не жалеет, я рассчитываю отыграться чуть позже. Пристраиваемся в драфт. В драфте я на него накатываю. Посерединочке осторожно, моя задача не отстать. Сзади меня пытался атаковать 16-й номер, но у него ничего не вышло. Напрямую он тут же отстал. Видимо, все-таки выход у меня был эффективнее. Вот я сейчас не понимаю, что я тут внутрь полез, что я тут вообще забыл. Это опять позволяет 16-му номеру сзади догнать. Он не пробует воспользоваться драфтом, просто идет внутри. Попытка, видимо, занырнуть. И вот она, попытка занырнуть. Да, споттер говорит, что он внутри. Я не знаю, как эти парни умудряются сберечь свою резину при такой езде. Я так не умею. Более того, я отстаю от лидеров. Это плохо. Обратите внимание, как агрессивно едет номер один. Это тот, кто вот кровалый беленький слева. Видимо, за счет борьбы лидеров мне удается сократить отставание. Мои намерения снова атаковать. Черт с ним свыжить, хочется побороться уже за победу, если честно. Забегая вперед с Норманом, с номером один, у нас будет очень прикольная заруба. Дальше вы все это увидите. В дальнейшем гонка продолжалась в режиме лидер идет стабильно. Первый пытается на него накатывать, атаковать, ни черта не выходит. Шестнадцатый идет чуть позади от меня. Я не позволяю ему подъехать ближе. Наверное, еще за счет того, что драфт от первого номера мне удается ловить периодически. Первый прямо очень агрессивный. Постоянные маневры, постоянная попытка залезть куда-то. Смотрите, он опять внутри атакует седьмого. Тут я пытаюсь, кстати, пролезть за ним. Я не знаю, почему я лезу вовнутрь, это большая ошибка для меня. Мне было бы выгоднее ехать за лидером. Тут я, наверное, это понимаю и пристраиваюсь все-таки за лидером на внешнюю траекторию. Шестнадцатый позади не отстает. Тут я уже почти вплотную к первому. Первый все равно внутри. За счет хорошего выхода и драфта от первого номера мне удается прилично так разогнаться и поравняться с первым. При подходе к повороту я уже оказываюсь на внутренней траектории, а он снаружи. Попытка побороться с лидером. Итак, мы отвоевываем вторую позицию. Седьмой. Наверное, он не ошибся, просто внешняя траектория у него не работает. Поэтому мне удалось внутри его пройти. Там его тут же атакует шестнадцатый и проходит. Первый откатывается на четвертую позицию, мы на второй. Шестнадцатый пытается занырнуть вовнутрь. Споттер нас предупреждает об этом. Он потихоньку просовывает нос. Он уже слева. Слева. Там, говорят, что он второй. Да, вот. Моя средняя вот эта траектория работает. Шестнадцатый не может идти быстрее в этом повороте. Ликование и радость, я отгрызаю вторую позицию. Шестнадцатый номер откатывается назад. Первый там опять атакует. Опять пытается вернуть себе позиции. И лидер номер семь стабилен. Надо будет взять на вооружение эту тактику. Попробовать ехать следующей гонке еще шире. Итак, шестнадцатый позади. Там какая-то прям заруба в заднее зеркало видна. Такое ощущение, что они три вайт идут. Похоже, здесь лидер ошибается. Мне тоже приходится замедляться. И шестнадцатый оказывается внутри. За ним тут же лезет первый. Ничего не выйдет. Драфт помогает мне уйти чуть вперед. Не знаю, почему-то лидер теряет темп. Борьба колесо в колесо, шестнадцатый внутри. Пытаюсь не зацепить его, иду шире. Сейчас попробую этот поворот пройти быстрее. Да, у меня это получается. Я говорю, внешняя траектория работает лучше. По крайней мере для меня. Посмотрите, прямо в повороте, несмотря на то, что у него была внутренняя траектория, я прохожу. Удается сохранить вторую позицию. Не теряем драфт от лидера. Лидер, зараза, стабилен. Несмотря на то, что он потерял темп местами. Он стабилен, и он первый. Возможно, из-за того, что мы тут активно грыземся за вторую-третью позиции. Десятый круг. Резина чувствует себя все еще нормально. Внимание на лидера. И он начинает разбалтывать. Он цепляет стену. Шестнадцатый, пользуясь моментом, пытается пройти меня слева. И так у нас тут внезапно борьба за лидерство. Вот что было. Седьмой потерял концентрацию. Шестнадцатый отлично вышел. Вот оно, касание. Мы тут 3-wide его проходим. Ноздря в ноздрю. Борьба за первую позицию. Мне все-таки удается сохранить лидерство. Внешняя траектория. Да, видите, я опять шестнадцатый номер. Мудряюсь не пускать. Не находясь на внешней траектории. Если быть честным, когда ты выходишь в лидер, адреналинчик очень сильно подскакивает. Я, правда, тут начинаю нервничать и переживать. Боюсь допустить ошибку. Хотя темп не удается сохранить. Я не знаю, почему здесь шестнадцатый замедлился. Возможно, у меня уперся. Желтый флаг. Желтый флаг. Я сохраняю лидерскую позицию под желтым флагом. Это, блин, отлично. Позади произошел неудачный три-вайт. Номер семь бывший лидер, который цепанул в стену. Номер два, оказавший посередине, допускает ошибку. Смещается сначала чуть ниже, затем чуть выше. Въезжает седьмого номера и там уже просто куча мала. Похоже, для седьмого гонка закончена. А он был лидером достаточно долгое время. Итак, пятнадцатый круг, рестарт. Я внутри на неудобной траектории. При этом я знаю, что первые круги я, как правило, проигрываю. То ли это с температурой резины связано, не знаю. Надо будет еще этот момент выяснить. Мне удается неплохо стартовать, сохранив первую позицию. Шестнадцатый чуть откатывается назад. Там его тут же атакует номер один, Норман. Состав лидеров все тот же. В пол пытаюсь пройти первый поворот. Я не знаю, как он номер один получается. Здесь будет быстрее, но он быстрее. Он уже внутри, и он проходит меня. Накатывает шестнадцатый. Возможно, просто неверная траектория. Здесь снаружи я приотпускаю газ. Причем приотпускаю очень сильно. Это позволяет первому пройти. Где-то вот он сейчас слева находится. И опять, опять желтый флаг. Для меня это на самом деле хорошо. Потому что мне удается в очередной раз сохранить под желтым флагом первую позицию. Позади в борьбе за позицию. Восемнадцатый номер чуть смещает шире. Цепляет четвертого номера. Четвертый пытается словить машину. Сильно замедляется. При этом получает удар от номера три взад. Его не разворачивает. Дальше происходит цепная реакция и просто массовый замес. А я пользуюсь ситуацией и решаю заехать на питстоп. Взять себе свежий комплект резины. Между прочим, та самая редкая гонка, когда мне не нужна починка. В заднее зеркало я наблюдаю, что то же самое делает и остальной пелетон. Вон, посмотрите, номер один Норман. По его красной морде хорошо видно, что это он. Питстоп удается провести без ошибок. Мне прям очень сильно нравится анимация пацанов, меняющих резину. Там зачем-то выбежал парень с заправкой. Как бы она нам не нужна, тем не менее. Итак, поехали. Позицию я сохраняю после питстопа. Ну как сохраняю? Не все поехали на питстоп, поэтому после того, как я выехал, я оказался вторым. Рядом с номером четвертым. Я делаю вывод, что резина у него изношена и бороться нам с ним не придется. Итак, готовимся рестартовать. Двадцатый круг. Машина безопасности уезжает. Тяну время. Я чуть впереди. Четвертый почему-то отстает. Газ в пол. Ну. Отличный старт. Не удается сохранить опять лидирующую позицию. Удачное стечение обстоятельств состоит в том, что четвертый номер сзади теперь сдерживает остальной пелетон. Так как резина у него изношенная. Вряд ли он сможет ехать в моем темпе. Хотя он пытается. Да, видите, я отъезжаю. Норман начинает атаковать номер четыре. Все это вы можете наблюдать в зеркале заднего вида. И очень-очень быстро его проходит. Я не знаю, откуда у него такая бешеная скорость. Он тут же, оказывается, внутри проходит меня. Следом тут же шестнадцатый. Я не знаю, что с этими парнями делать на первых кругах. Откуда они берут эту скорость. Сбрасывает меня на третью позицию. Он с борьбой колесо в колесо с шестнадцатым номером. Сзади еще накатывает ребятам. Я очень сильно проваливаюсь. Мне надо что-то придумывать с первыми кругами после рестарта. Потому что моя скорость очень низкая в этот момент. Итак, теперь я четвертый. Впереди у нас нарисовался еще номер шесть. Вот этот вот красный багажник. Сзади еще пытается номер девять. Мне удается сдержать номер девять. Я возвращаю свой темп и начинаю отвоевать позицию назад. Двадцать третий круг. Свежая резина. Я думаю уже перестать что-либо экономить и бороться до талого. Потихоньку нагоняю. Номер шесть, оставаясь внутри, допускает ошибку. Это позволяет мне его пройти. Мне удается держать темп в этом повороте. И окончательно завершая обгон номера шесть. Выход мой еще быстрее. Там на него еще атака происходит. В общем, ребята сзади отваливаются. Ноль три. Ноль три, ноль четыре десятых. Нормально. Снова третья позиция. Теперь мне необходимо атаковать номер шестнадцать. Редскин на багажнике. Норман. Номер один. Вырвавшись вперед, несмотря на свежую резину, начинает ехать шире. Есть ощущение, что шестнадцатый как-то нервно себя ведет. То ли защищается, то ли просто так едет. Мне удается на него накатить. Готовлюсь к атаке. Ищу подходящий момент. Заходить в повороте внутри для меня не сработает, потому что на этом треке внутри ехать быстрее я не умею. Мы достаточно серьезно уехали от остального пелетона. Посмотрите, мы уже в секунде от шестого номера. 15 кругов до конца. Да я смотрю, и ребята уже не так сильно рискуют. В целом меня бы устроила третья позиция. Потому что в любом случае это мой максимум. До этой гонки я приезжал пятым. Это был мой лучший результат. Хотя, если быть совсем честным, конечно, очень хочется победить. Очень хочется победить. Особенно, когда ты понимаешь, что у тебя есть шансы. Продолжаем преследование. Моего темпа явно не хватает, чтобы атаковать. Поэтому ждем удачного момента. На прямых, вот здесь, на выходе, я умудряюсь накатывать, но дальше я теряю. Тут я, оказывается, внутри зря. Это ошибка. Я поторопился. Отбрасывает меня назад. Номер шестнадцатый готовится к атаке. Драфт. Выход вовнутрь, он быстрее. Посмотрите, он сейчас будет внутри. В повороте. Да, я ныряю за ним. Первый замедляется. Теперь у нас борьба за вторую позицию. Шестнадцатый выходит в лидеры. Впереди показались круговые. Это очень опасно. Причем они идут не в линию. Право номер один. Мне удается пройти номер один. В повороте я уже второй. Доезжаем до круговых. С круговыми что-то не так, потому что они очень медленные. Но спасибо ребятам. Они выстраиваются слева, освобождают траекторию и просто пропускают нас. Спасибо огромное. Мы вполне себе безопасно проходим их. Итак, вторая позиция. Номер один позади, впереди номер шестнадцать. Остается проехать всего двенадцать кругов. Я очень сильно нервничаю в этот момент. Очень сильно. Смотрите, вот здесь я опять быстрее, но после прохождения этого поворота я начинаю отставать. Надо будет посмотреть, что я здесь делаю неверно. Пытаюсь максимально забрать драфт от первой позиции, чтобы защитить свою вторую. Зря я здесь ныряю вовнутрь. Очень зря. Я не могу его пройти и при этом сам замедляюсь. Вот посмотрите, на выходе он будет быстрее. Шестнадцатый справа. Первый номер Норман пытается нырнуть за ним. Он думает, что это позволит вернуть ему вторую позицию. Ну вот и все, внутренняя траектория, шестнадцатый впереди. Я не могу ехать внутри быстро здесь. Не знаю, надо попробовать разные варианты, как они это делают. У меня не получается. От того, чтобы потерять вторую позицию, меня спасает желтый флаг. Помните тех медленных круговых? Смотрите, слева красный, номер пять. Выезжает на внутреннюю траекторию. Пятнадцатый, который был бы намного быстрее, пытается спастись. Ему никак это не удается, он бьет красного взад. Пятого выбрасывает наружу, он влетает двенадцатого. Ну а дальше как снежный ком, все. Ну что, тридцать четвертый круг, рестарт. Машина безопасности уехала. Я снаружи, шестнадцатый слева. Моя позиция вторая. Рестарт. Неплохой рестарт для меня. Я не смог пройти шестнадцатого, но опять же удержался во вторую позицию. Номер один Норман позади. Итак, важно пройти сейчас первый круг быстро. Я пытаюсь не отпускать педаль газа. Резину жалеть уже некуда, осталось всего пять кругов. Я твердо намереваюсь поатаковать номер шестнадцать в борьбе за первую позицию. Драфт позволяет мне накатывать на него периодически. Но! То же самое он и позволяет первому номеру позади. Посмотрите, он держится вплотную. Во что бы то ни стало, нужно защитить свою вторую позицию Нормана. Вроде бы мне получается неплохо приклеиться к лидеру. Так, чтобы сильно не отставать. А может и атаковать. Смотрите, первый уже внутри. Как он это делает? Я не знаю, как он на первых кругах такой быстрый. Пока я сдерживаю позицию, но... Надолго ли? Тут опять ошибка. Износ резины дает знать о себе. Первый номер внутри. Бок о бок. К тому же шестнадцатый номер уехал так, что не могу взять драфт от него. Вход в поворот я снаружи внутри. Видите, я чуть быстрее на этом повороте снаружи. Бок о бок выходим, продолжаем бороться. Борьба колесо в колесо. Остается три круга до конца. Снова я снаружи в повороте, он внутри. Я чуть-чуть быстрее. При этом наша борьба позволяет лидеру отъезжать от нас. Он уже в половине секунды. Бок о бок. Продолжаем борьбу. Два круга до конца. В очередной раз я снаружи в повороте. Сзади еще накатывают из нашей борьбы. Как бы не пришлось за четвертую позицию бороться. Все еще бок о бок. На прямике. У меня выход чуть лучше, он отстает. Я снаружи. Цепляется, цепляется. Я не знаю, как он это делает. Он внутри умудряется быть быстрее. И здесь у него выход лучше. Борьба колесо в колесо. На протяжении уже трех кругов. Остается последний круг. Лидер, кажется, обезопасил себя. А вот у нас тут заруба не на жизнь, а на смерть. Вон он. Выглядывает слева. Кошмар. Он не сдается. И я не сдаюсь. На прямике. Я его не вижу. Он опять чуть отстает на прямике. Тут мне только показалось, что я все-таки отбил свою позицию. Как он внутри? Как он это делает? Я оказываюсь позади. Белый флаг. Белый флаг. Он впереди. И вот здесь на входе в поворот я все-таки ошибаюсь. Резина изношена. И мне приходится очень сильно отпускать педаль газа. Он оказывается впереди. Счастливого Хэллоуэна написано. Последний шанс разгон в драфте. Ныряю вовнутрь. Но сильно приходится отпускать педаль газа. Я боюсь, что меня вынесет наружу. Тут скорее моя осторожность меня подвела. Первый остается впереди. Сзади еще кто-то накатывает. Но вот он финиш уже. Одиннадцатом номера не удастся мне пройти при любых раскладах. Финиш я третий. Такая борьба перед самым концом. Если честно, дичайший восторг. Я получил колоссальное удовольствие от этой финальной борьбы. Ребят, надеюсь вам понравилось. Пишите, кто прав, кто виноват. С вами был Фрактус. Увидимся. Всем пока.